Сегодняшний ролик пойдет о соленой капусточке. Не квашеной. Квашеная капуста, это вот ее в бочках, в погреб ставят. И она такая вот, кислая очень. А это именно, ну, я не знаю, кто-то называет ее квашеной, кто-то соленой. Значит, капуста трехдневка. Делается она за три дня. Очень-очень вкусная, очень вкусная. Нам поделились друзья, Касики, привет вам. Ваш ролик попадает на канал Ютуба. Вот, ваш рецепт мы выкладываем. Близкие друзья поделились с нами этим рецептом. И мы им пользуемся уже пару лет. Да, из Киева, из Украины. И очень-очень им за этот рецепт благодарны. Хотим поделиться с ним, им с вами. Значит, сперва мы просто нарезаем капусту и натираем морковку. Про порции капусты и морковки не могу сказать. Потому что, кто любит больше капусточки, ой, морковки больше бросает. Кто меньше, меньше. У нас было такое, что мы без морковки. Не было морковки, вот без морковки делаем. Есть одна морковка на всю эту, делаем одну. Есть побольше, побольше. Но перебарщивать тоже не стоит, потому что будет такой специфический вкус. Вот я на эту массу покажу миску. Здесь две большие капусты, головки. Сейчас муж покажет, какие. Поднесет, ну, наверное, килограмма два, да, здесь головка? Да, примерно. Есть немножко. Вот такие большие головки. Вот такие две штуки здесь. И вот я потерла три хороших морковки больших на ней. Вот. Трем и укладываем в емкость. Вот. Мы немножечко помешали. Она без соли, без ничего. То есть это чистая капуста с морковкой. Ее нужно хорошо перемешать и подавить вот так вот. Для того, чтобы она немножечко помялась и плотнее можно было ее упаковать в банку. Вот. Понятно, что это лучше делать мужскими руками, чистыми, вымытыми. Вот. Потому что женские руки для такой нагрузки не призначены. Хотя, есть разные руки. Можно я добавлю, как женщина. Это мужчина занимается давлением. Мы больше делаем это, на самом деле, для того, чтобы уложить это все вот в вот такую емкость. Это ведро. Мы купили пищевой пакет, потому что банок у нас на данный момент нету в семье. Мы их все заняли огурчиками. На новое место переехали, поэтому банок особо много нету. Вот. Пищевой пакет. И чтобы плотнее здесь упаковать и не давить в этом пакете ее, муж это делает в миске. А когда мы упаковываем в банки, допустим, я давлю сразу в банке. То есть я хорошо просто придавливаю в банке, утрамбовываю рукой. Из-за того, что у мужа рука не влазит. Большая у него. Вот. Поэтому он давит в миске. Она просто... Мягче складывать ее. Значит, пока муж вот давит, я скажу вам про порции. Значит, мы будем делать в ведре. Делаем мы так первый раз. Обычно мы делаем в банке. Я говорю вам про порции на банку, либо на килограмм капусты и морковки вместе. Готового. То есть готового продукта. Почему говорю и так, и так. Вот мы только что взвесили, натрамбовали банку капустой. Взвесили, сколько она вважит. И получился у нас результат. Значит, либо на трехлитровую банку, хорошо утрамбованной доверху капусты с морковкой, либо на килограмм 350 грамм капусты. Берем воду, одну литру. Разбавляем в ней полторы столовые ложки соли и 0,5 столовой ложки сахара. Все это хорошо вымешиваем и заливаем. Если вы заливаете в банку, значит нужно, чтобы вода покрыла. Если литры не хватило, просто берете обычную воду, доливаете, уже не мешая ничем. Главное, чтобы попало на 3 литры вот это количество соли и количество сахара. Потом хорошо просто так перемешайте, чтобы вода погуляла по банке. Но она там особо не погуляет. Ну, все равно гуляет, по сути. И, значит, банку не закрываете крышкой. Банка должна быть открытой. И учтите, что когда баночка стоит, под нее нужно что-то подставить, потому что начинает бродить, этот процесс идет, и вода поднимается и понемногу вытекает. То есть ее нужно добавлять понемножку, если сильно вот прям выбежала. И очень-очень важный момент, это берете вилочку. Я не буду показывать весь процесс 3 дня, как она делается и так далее. Я вам уже покажу в результате, в конце ролика, готовый продукт. Но на протяжении 3 дней вы берете вилку, ложку, что угодно, и надавливаете на капусту. Ну, я потом покажу, как в ведре мы это делаем. Ну, сама суть. Выпускаем пузырьки. Вот, пузырьки. Вот мне говорили вилка, но вилка неудобна. Но я просто ложкой придавливала капусту в банке к дну, и выходили на поверхность, булькала на пузырьки. Вот это, чтобы капуста не была горькой, не перчила и так далее. Их нужно выпускать, вот эти газы. Углекислота. Углекислоту, да. И так же самое мы будем делать в ведре. Значит, еще говорюсь об одном моменте. Вкус капусты очень много зависит от сорта капусты. У нас бывали такие случаи, все делаем по одному и тому же самому рецепту. Ничего не меняем. Одну капусту просто берешь, выбрасываешь, вот покупаешь какую-то. Просто выбрасываешь, она размазня получается. Либо ранний сорт, либо что. Нужно брать поздний сорт капусты. И если у вас первый раз не вышло, вот невкусная, это значит капуста такая. Попробуйте с другой. Потому что были случаи, вот нормально, нормально, нормально. Там пять раз сделали нормально, на шестой, ну кошмар, еле съедали. Потом снова нормально, то есть вот от сорта капусты очень многое зависит. Поэтому на рецепт сразу не сетуйте, если вдруг не вышло, попробуйте сменить сорт капусты. И все, купить в другом месте. Может воду. Либо вода, да. Ну то есть это фактор не влияет. Но вот сама пропорция, она выходит малосольной, в меру соленой, чуть-чуть сладковатой, но очень вкусная капуста. Мы никакие больше специи сюда не добавляем, потому что она не требует этого. Ну и все, сейчас мы будем закладывать все в ведро. Вот мы заложили сюда капусту, сейчас мы ее зальем. Размешали. У нас здесь получилось 4 порции. И вот на 4 порции мы развели в ведре воду. Сейчас зальем ее. Вообще, мы, я говорю, это первый раз делаем в ведре. Вообще, до этого мы делали в банках капуста, шикарная. В банке она вся утрамбована хорошо. Вот, заливайте под горлышко и стоит она при комнатной температуре. Мы сейчас ее поставим и будет она спрашиваться. Можете немножечко прикрыть. А может и не надо, мы уже газовую побили. Чтобы туда ничего просто не упало, мы ее так прикроем. Газы будут выходить. Оттуда. Ну, все тогда. Ну вот, второй день капусточка стоит. Покажу я. Любой емкостью я нашла деревянную ложечку у себя. Так, вот, значит, стоит у нас капуста вот так вот. Немножко прикрыта, чтобы сюда ничего не падало. Под стволом. А вот сейчас я буду покажу вам, как пузырьки выпускать. Вы посмотрите, сколько их. Видите? Газы оттуда начинают выходить активно. Просто вот так вот будоражить, чтобы оно все всплыло наверх. И все. И вот так по пару раз на день. Ну, один, два, три раза. Как у кого будет получаться. Но важно их отсюда выпускать. Кстати, хочу к слову сказать, что я пробовала делать, были у нас такие случаи. Летом очень захотелось кислой капусты. Делала из ранней. И оно получалось. Она чуть мягче ранняя. Она не такая хрустящая. Но очень было вкусное. Это к тому, что попадаются разные сорта. И даже поздний сорт может быть очень невкусный. А ранний, допустим, оказаться вкусный и пригодный для засовки. Поэтому экспериментируйте, пробуйте разные сорта. Что понравится, то и делайте. Ну, вот так нужно выпускать пузырьки. Вот. А через три дня, вот где-то на третий, на четвертый день капусточка должна быть, по идее, готова. Все держится в теплом месте. Помните. Вот. Когда... Ну, я буду дальше показывать. Ну, вот. Прошло три дня. Даже четыре вчера не удалось вам снять. Вот. Капусточка готова. Капуста очень-очень хрустящая. Слушайте. Слышно, как хрустит. Классно. Не размазня вышла. Вот. И что нужно сделать? Ее нужно поставить в холодное место. Мы поставили ее в веранде. Вон там, прямо на улицу. Здесь холодно. Хорошо. Пускай она постоит. День-два. Вот. И затем мы ее просто опустим. Хорошо будем завязывать. Вот так вот. Хорошо затянем пакет и опустим в погреб. Под поле. Где, как говорят. Ну, это не суть важно. В прохладное место, чтобы она просто не перекисала. Вот. Кто-то морозит. Объясню. Значит, здесь мы узнали, в Сибири есть такая вещь, как капусту выносят, морозят. Вот готовят капусту массово, да, там, бочку большую. Или там, пакетами. Ну, не важно. Большими объемами выносят на мороз. Вот. Уже когда она вот скисла, ну, проквасилась. Просолилась. Короче, вот так. Вот. И она замерзает, вернее, стоит вот в холодном месте, потом ее в пакетах кладут, она намерзает или там в общей какой-то, потом как-то себе отрезают кусками, размораживают и едят. Мы не хотим морозить, потому что заморозка все равно негативное действие дает, во-первых, на микроорганизмы. Они умирают, вот эти полезные, благодаря которым капуста такая полезная. Вот. И сама структура капусты все равно утрачивается. Вот. Ну, кто разбирался в теме заморозки, поймет, о чем я говорю. Вот. Поэтому лучше делать на месяц вот такую емкость. Здесь, ну, где-то 9 литров мы сделали, 3 банки, по сути. Чем морозить очень-очень много и потом замораживать. Лучше все равно, как это сказать, капуста поздняя, она хранится, ее можно в погребе хранить. И когда нужно, просто время от времени доставать и делать новую порцию капусты. Поэтому приятного вам аппетита. Вот. Пускай у вас капусточка удастся. Повторю, что вкус капусты во многом зависит от сорта капуста. Поэтому экспериментируйте, пробуйте разные сорта. Вот. И приятного аппетита. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует...